Привет, друзья! Перед вами 1 доллар 1921 года. Это так называемый Моргановский доллар. Выпускался в период с 1878 по 1904 год и также 1921 году. Монета получила название в честь медальера Джорджа Моргана, который разработал ее внешний вид. И скажу, что монета выпускалась из металла 900-й пробы и содержала 24,57 грамм чистого серебра. Диаметр монеты составляет 38,1 мм и толщина 2,9 мм. Перед собой вы видите голову свободы, направленную влево в афрокийском колпаке, с венцом, диадемой и в круговом венке из веток хлопка и колосе пшеницы. Над ее головой латинский девиз «E pluribus unum». В переводе с латыни означает «из многих единое». Эти слова принадлежат Цицерону и хочу сказать, что в девизе «13 звук» ровно столько штатов в свое время образовали союз, известный ныне как Соединенные Штаты Америки. В современной трактовке девиз означает «Единство нации, изначально состоящей из многих национальностей, прибывших в США». Что касается реверса монеты, то тут вы видите белоголового орлана. Орлан – это геральтическое изображение североамериканских Соединенных Штатов, которое держит в лапах оливковую ветвь и пучок стрел. Вокруг венок из оливковых ветвей. И также хочу сказать, что эта монета от Чеканина Филадельфии, так как нет буковки монетного двора. Над орлом надпись готическим шрифтом «In God with Rust» и круговая надпись сверху «United Stand of America». Внизу – «1 доллар». Гурт здесь – прямая насечка. И из интересного. Хочу сказать, что Джордж Морган разработал дизайн монеты в 1876 году, использовав для аверса реальную американскую девушку, 18-летнюю студентку Анну Уиллес Уильямс. Чеканка доллара начала с 1878 году из высокопробного серебра рудника Холмсток, что в штате Невада, обнаруженного и освоенного во времена золотой лихорадки. Тираж монеты составил именно философийского экземпляра 44 690 000 экземпляров.